В наше время, когда многие разработчики пичкают нас на разными версиями 0.1, ранним доступом, играми, в которых нет сюжета или чего-то еще, есть разработчики, которые реально постарались. И в данном случае я хочу познакомить вас с игрой от таких разработчиков, которая называется Monster Train. Я вас поражу, но эта игра будущей инди собрала 2900 отзывов, почти все из них положительные. В нее одновременно играет более 11 тысяч людей. Многие люди пишут, что это новый Slay the Spire. И я поиграв в нее, я поиграл порядка 4 часов, я должен сказать, что я очень впечатлился. Я хотел сделать обзор на основании нескольких часов, потом понял, что чтобы полноценную ее рассмотреть, нужно гораздо больше времени, потому что в ней очень много всего, она уже полноценная, это не ранний доступ. Поэтому я искренне очень впечатлился. И сегодня я хотел бы вам рассказать про ее основные механики. И, возможно, кого-то это заинтересует, кто-то захочет поиграть сам, потому что на самом деле тут и куча сложностей, и куча карт, и куча гибкостей, и разные расы, которые можно играть, от этого зависит стратегия. В общем, я впечатлился, я очень реально рекомендую. Поэтому давайте я покажу вам, что игра из себя представляет. Как видите, с начальной заставочки, монстр трейн, это не просто так названо, это на самом деле реальный поезд. Поезд, который движется с монстрами и пытается добраться до самой глубины, до 9-го круга ада. Как и в любом рогалике, у нас игра поделена на сессии, в ходе которых мы добываем разнообразные улучшения, и, соответственно, постепенно разблокируем все новые возможности. Здесь как это проявляется? Во-первых, у нас есть расы. У нас первоначально доступно всего 2 расы, постепенно мы открываем еще одну, еще одну, еще одну, и у нас появляется гораздо больше возможностей для игры. Также стоит отметить, что мы играем не одной расой определенной, мы играем комбинации из рас. Поэтому, как видите, вот здесь есть 20 иконочек, соответственно, это разная комбинация. Например, в данном случае я выиграл с комбинацией, когда у меня основой была эта раса, а побочная вот эта. И если мы будем играть наоборот, соответственно, у нас будет другой главный герой, будет другая стартовая рука, и, соответственно, будет меняться стиль игры. Поэтому, по сути, у нас есть 20 видов геймплея, не считая того, что еще есть куча улучшений, куча вариаций и куча всего, поэтому вариативность просто колоссальная. Понимаю, почему люди любят эту игру, потому что она на самом деле дарит очень большой выбор. Также я отмечу, что здесь очень красивая рисовка, очень красивые карточки. Как видите, здесь можно изучить, подготовиться к крану, продумать, какие лучше комбинации делать. То есть мы здесь видим разную степень улучшения карточек, с кем мы разблокировали, в данном случае, героев. И вот, например, артефакты. Артефактов, как вы знаете, в том же Slay the Spire было тоже очень много. И здесь тоже мы видим очень много разных вариаций. Они разные, хороши для разных рас. В принципе, можно разные идеи придумывать, интересные, поэтому очень даже гибко и круто. Перед каждым забегом мы выбираем себе клан основной и побочный. Основной влияет на главного героя, то есть, как видите, мы вот меняем, и они меняются. Также влияет на стартовую руку, то есть у нас больше карточек этого клана будет, и мы можем больше строить свои комбинации именно на этих карточках. И также на то, что мы находим во время забега. Побочный влияет на побочные карточки, которые мы получаем в руку, и на, собственно, те артефакты, юнитов, которых мы будем находить во время забега. То есть, в принципе, по ходу игры мы сможем сделать больше акцент на, например, побочный клан, но при этом босс останется все-таки этот. Помимо этого, по мере игры мы открываем себе согласие, то есть это уровни сложности. Начинаем мы с вот этого. Постепенно, сколько мы проходим на нем, можем повысить себе. Соответственно, у нас будет потенциально больше врагов, сильнее врагов, но при этом добавляют случайные карты в начальную колоду, то есть мы играем более интересной колодой. Давайте, я думаю, что чтобы было максимально хардкорно, и чтобы вы почувствовали то, что почувствуете вы, скорее всего, если начать играть, я начну с той колодой, которой я еще не играл, комбинацией. То есть, что-то вот колода направлена на магию, и есть колода, направленная на танкование. Я разыграл пока раз вот такой колодой, выиграл. Теперь давайте пробуем по-другому. У меня там есть некоторые задумки по этому поводу. Мы сделаем, наверное, вот так вот. То есть у нас будет упор на танкование, но также будет нехилое приплетение магии. Я думаю, будет интересно. И на сложности высокой, что вы увидели, что игра на самом деле сложная, что вы не думали, что это такая аркадка, потому что многие такие игры, чтобы порадовать игрока, чтобы игроки играли, они делаются легкие, но в данном случае это не так. Нас показывают стартовые карточки, которые надаются. В данном случае это восстановление здоровья, наносит урон переднему бойцу и отталкивает того назад, добавляет 3 штуки карты укола в вашу руку. Это мы менять не можем. То есть это просто нам показывает, что к чему. В данном случае такие вот карточки. Я по ходу дела буду их использовать, рассказывать. Я не буду задателять сейчас на этом внимании. Также видим главного босса, которого встретим, и можем почитать про него его главные перочки, которые будут. Но мы все это увидим уже на конечном окошке. Здесь в интерфейсе мы видим сразу же наш царский поезд, монстр трейн. Также мы можем сразу же усилить героя, найти артефакт. И, кроме того, нам показывается здоровье нашего главного босса. Здесь такая же система к венжену в кипер, то есть у нас есть главный босс, который находится на вершине нашего поезда. Мы должны сделать так, чтобы он добрался до конца, и мы не проиграли. Если его убивают, мы проигрываем, и на это все заканчивается. Также у него есть сила атаки, есть здоровье, есть наше, точнее, золото. И показывается этаж, на котором мы находимся. Он называется Лимбо. Соответственно, после того, как мы проводим битву, мы перемещаемся на этаж немножко пониже. Также в этом месте мы можем менять скорость игры, так же, как в бою. Но я скажу так, что на сложности обычно немножко медленно все происходит, поэтому я обычно играю на очень быстро. Мне так больше всего нравится. Смотрите, усиляем своего героя. Наш герой заточен на то, что по нему будет носить урон. Поэтому он как бы танк, его бьют, и, соответственно, он принимает на себя сильный удар, но при этом враги получают тоже урон. Вот можно прокачаться в шипы, или, соответственно, можно прокачаться так, что будет срабатывать эффект при восполнении здоровья. То есть, в данном случае, мы, например, будем его захиливать, и он будет при этом бить врага. Тоже интересная комбинация, но мне больше понравилась стата, я возьму ее. Также выбираем артефакт. Это все рандомно, это как в своей The Spire. Мы собираем в себе колоду, с которой играем. То есть, по сути, это карточки, которые влияют на то, насколько нас будет хорошо играться, насколько нам повезло, не повезло. Потому что бывает, карточки попадаются очень классные, имбовые, бывает попадаются так себе. Давайте посмотрим. В конце хода накладывает заморозку на случайную карту в вашей руке. Неплохо, в принципе. Заморозка это влияет на то, что если какая-то карточка плала в руку, она может остаться на следующий ход. Но, как бы понимаете, что на случайную карту в вашей руке то есть, она может быть карточкой не самая лучшая, она останется на следующий ход. А вот это вот дает 7 очков действия в первый ход. Это круто. Это очень круто. Давайте возьмем и отправляемся на драку. В начале битвы нам показывают босса. Босс может быть разный. В зависимости от комбинации, там разные чаще появляются. Но, в целом, первая битва будет легкая. В любом случае. И также мы можем, видите, здесь выставить испытания. Если мы пройдем испытания, то мы получаем больше золота. В данном случае, в начале боя на каждом этаже появляются вражеские бойцы. Не самая приятная штука, скажем так. Но это 75 золотых, поэтому давайте все-таки впишемся в это. У нас, тем более, сейчас есть 7 очков сразу же. Давайте посмотрим. Ого. А, это слабенькие. Ну ладно. Читаю, что они слабенькие. Тут не страшно, потому что я сначала испугался. Так, вот эти сильные карточки у меня есть. Тут можно... Ну, собственно, здесь у нас особых вариантов-то и нету. То есть, кстати... А, да. Самое важное. У нас есть этажи. Соответственно, этаж первый, второй, третий, четвертый. На четвертом находится наш босс, которому враги пытаются пробраться. Когда они добираются до сюда, вот здесь уже сражается босс с врагами. Без юнитов. Но единственное, что там определенными карточками можно загнать туда юнитов, но это редкие карточки, они редко поддаются. Поэтому зачастую наша цель сделать так, чтобы враги где-то вот на этих этажах умерли. И, собственно, мы не дали им добраться до самого верха. В данном случае у нас есть наш босс. Учитывая, что они будут все двигаться вверх, наш лучший вариант для нас кинуть сюда вот босса нашего и накидать на него восстановление, потому что восстановление немножко подхиляет его после этого хода. Также, как видите, у нас есть куча очков действия благодаря моему артефакту, поэтому не лишним будет меня устануть врагов немножко. В данном случае мы можем просто один из этажей отминусовать, например, вот этот, который доберется до нашего босса быстрее всех. И на этом карточке заканчивается. То есть вот у нас еще уголь остался на действие, но у нас не осталось, что использовать, поэтому просто заканчиваем вход. И, как видите, наш босс просто пассивкой, шипами убил всех. И пришла новая партия. Как видите, здесь выгиб палец однообразный. Обычно их два-три вида разных, но здесь, как видите, попались прям вообще все одинаковые. Так что, так что вот так вот. Так, смотрите, они все убьются просто от моего босса. Это только не убьется. Поэтому, ну, единственное, что это бьет по переднему, поэтому смысла особого-то и нету. То есть мы можем просто выставить их бойцов, но они, по сути, посливаются от врагов. Но, если так посудить, то у нас, у нас особых-то и вариантов нету. В плане того, что тут все враги одинаковые, и ситуация особо-то не изменится никак. Так, мы можем, опять-таки, слить какое-то поле боя. Можем выставить здесь, например, этих стюартов побольше. То есть протанковать. Видите, на каждом этаже есть лимит юнитов, который может там находиться. Соответственно, мы не можем в этом ряду выставить там 10 юнитов. У нас есть ограниченное количество. И мы им пользуемся. И давайте еще убьем вот здесь одного врага. Здесь у нас хватает жизни, чтобы все это пережить. Так, к сожалению, мы этого юнита не убили. У нас просто не было такой еще карточки подходящей. Поэтому не получилось. Так, здесь у нас, собственно, можно сразу же доиграть. То есть использовать укол, использовать копье-копье. И еще можно использовать восстановление нашего героя. Заканчиваем вход. И вот уже появился главный босс этого уровня, первого этажа. Нам наши цели выубить. Собственно, чтобы выубить, очень хороший вариант будет вот эту карточку используют на следующем ходу. Но пока мы добраться до него не можем. То есть мы можем, что убить его свиту на данном этапе. А, не, получилось. Все, отлично. То есть мы сейчас даже его немножко коснем. Отлично. Вот он. После того, как появляется босс, он дерется до последнего. То есть если он, например, пришел на первый этаж, все юниты, которые на нем находятся, они будут драться с ним до последнего. Естественно, если босс умрет до этого этажа, это супер. Если он умрет где-то на этом этаже, это нормально. Но если он убьет наш пепел, пекло точнее, то все, мы проиграли и, собственно, все. Очень грустно заканчивается. Но здесь мы можем, как видите, все очень быстро сыграть. Первый этаж получился очень легкий. С карточками сожгаю все хорошо. Даже с бонусом закончили. Это отлично. Усиливает на 4 атаку, добавляя 4 шипов. Это, кстати, очень хорошая карточка для моей комбинации. Добавляет 3 карты укола. Неплохо, кстати, потому что, видите, оно мало того, что носит урон, оно еще дает плюс 1 карточку на следующий ход. Здесь у нас чары на хил и урон. Но я сказал бы, что самое интересное вот это, потому что оно бесплатное. Так, носит передним вражескому бойцу 25 урона, сбросит случайную карту. Выкладывает на противника в 1 ошеломление. О, это круто. Он пропускает следующую атаку. То есть, если какой-то будет танк, ну, сильный танковый юнит, приходить, которого мы не сможем быстро убить, то он не сможет нас атаковать. И вот попадаем в второй этаж. На этом этаже мы выбираем по какому пути двигаться. У нас всегда два варианта. Как помните, в ССПР была подобная тема. То есть, мы просто выбирали какой-то маршрут. В данном случае здесь тоже мы выбираем маршрут. По сути, он влияет на то, что мы получим. Можно, наверное, здесь выбрать магию и золото. Либо юнит и вещи. Точнее, усиление бойцов. Давайте возьмем юнита сначала. Посмотрим, что это юнит. О, кстати. Неплохой боец, но это заточено на магию. У него, у меня, как раз, магические, да, комбинации. Ладно. Смотрите, этот юнит, когда он стоит на каком-то ряду, то он получает бонусы, если на этом ряду используется магия. Очень неплохой герой. Я думаю, что для моей комбинации очень даже пойдет неплохо. Герой тоже неплохой, но мне этот больше нравится. Давайте возьмем его и пробуем кого-то усилить. Так, усиление происходит как? У нас есть дешевые бонусы и обычно есть дорогой бонус. То есть, например, есть камень вечности. Очень крутая штука. Если мы его используем, то юнит, который его убили, он не умирает, а появляется снова на колоде. Соответственно, кого-то сильного юнита можно сделать и после этого еще он будет постоянно возвращаться к нам. Давайте усилим эту сирену. Мне кажется, должно быть достаточно неплохо. Если мы дадим, я думаю, что мы дадим ей побольше урона. Сделаем ее бесконечной, чтобы она рессалась после того, как она умирает. Потому что у нее очень хорошие характеристики. И добавим шипы кому-то из наших бойцов. Я думаю, что мы потом еще как-то его немножко усилим. Будет нормально. Все, золото потратили. Я думаю, что этого достаточно. Правляемся дальше. Первые этажи обычно очень легко проходятся. Даже вообще не замечаешь, по сути. Это очень легко. А вот потом после пятого начинается харккорника. И некоторые комбинации очень сложно победить. Поэтому нужно к этому готовиться. Здесь у нас враги с шипами. Учитывая, что у нас юниты без большого количества урона будут, скорее всего, то я думаю, что мы не будем усилять, усиление это использовать. Потому что мы рискуем, что мы не сможем внести этот урон. И они все будут идти к боссу и нанесут ему последствия много урона. Так, тут у нас какая-то мантра. Ага. При использовании чар на этом этаже он будет нас собственно карать. Можно его, кстати говоря, просто его эпичный путь закончить очень быстро. Вот так вот. И добавить сюда еще нашего босса, который будет шипами убивать. Я обычно использую босса либо на первом этаже, либо на третьем. Это наиболее практично получается. Я думаю, что мы используем босса здесь. Эту героиню используем на этаже повыше, чтобы она уже пробивала. И стюарда добавим еще сюда куда-нибудь. Вот я думаю, сюда он пусть стоит. А с шипами стюарда поставим третий этаж. Таким образом у нас будут все этажи более-менее защищены. На самом деле для высоких этажей нужно более аккуратно подбирать, потому что если мы займем все ячейки и у нас не будет места для какого-то сильного юнита, мы рискуем очень сильно. Но в данном случае пока первая битва то можно особо не переживать за это, потому что все получится и так. Смотрите, что мы можем сделать? Мы можем вот здесь начать усилять наших юнитов, используя магию на этом ряду. Неплохой вариант. И также, кроме того, мы можем вот в этом ряду убить противника. Не худшая идея. Хотя он сейчас умрет все равно от удара, поэтому давайте используем здесь магию. Видите, мантра сработала, соответственно, наш герой прокачался. Здесь мы сразу же накидим регенерацию на героя, чтобы он отрегинился после этого хода. И здесь, как и говоря, можно использовать еще карточку на бафчик. То есть, видите, она будет постепенно стакаться. Это выгодно. Там мы убили этого юнита, получили бонус. Отлично. Смотрим. Здесь у нас этот ход передышка, поэтому новые враги не появляются. У нас здесь можно, кстати говоря, использовать этот сильный спелл. Я даже не знаю, очень сильный спелл. Парис, мне раньше таких не было, а сейчас прям вообще хорошо заходит. Так что, можно заканчивать ход. Убили. Все, уже появился уровень с боссом, поэтому можно сейчас использовать... Ой, уколов надавали. Еще уколов надавали. Ну все, отлично. Отличненько просто. Сейчас мы сделаем так, что в следующем ходу у нас будет куча карточек. Прям огромное количество. Здесь можно, кстати говоря, усилить. Видите, за счет того, что он будет дольше жить, у нас враг получает потенциально больше урона. Они все поубивают с обмайл босса. То есть, ну, вы понимаете, что смерть босса в данном случае абсолютно не критична, потому что они поднимаются наверх и здесь они уже будут умирать. Так, давайте посмотрим. У нас, как и говоря, есть карточка на сильный урон. Они уже умирают, так что можно просто заканчивать ход. Все, мы убили босса. Победа. Ну, как я говорил, первое этаж обычно легко проходит. Смотрим. Усиление бойца, тот получает 8 атак и минус 2 жизни. Неплохо. Усиливает на 4 атак, выбирает 4 шипа. Ну, мне вот это нравится. Всего за 1 очко действия. Это очень неплохо. Возьмите 1 карточку, сбросите 1 карточку. Дважды наносит переднему вражескому бойцу 25 урона. Наносит 5 кг урона, вражеским бойцам накладывают на них 10 очков обморожения. Обморожение получает 1 урона за свой в конце хода. Ага, то есть они получат урон нехилый и еще после этого будут получить урон несколько ходов. Неплохо, но я думал, что прямая магия будет поинтереснее. Тем более всего 2 очка действия. Давайте возьмем ее. Так, здесь у нас, смотрите, у нас есть артефакт, восстановление здоровья и пещеры, либо усиление юнитов, юнит и пещеры. Давайте пойдем с этой стороны. Получим сначала себе бойца пробужденных. Ого, мультиудар 2. Это он бьет 3 раза. Неплохо. Повышает максимальное здоровье на 40. Омоложение дает 2 очка шипов. То есть при активации он будет очень живучий. И при хиле еще будет шипы усилять себя. Интересный юнит для нижнего ряда. Давайте возьмем его. Ну, просто в этой расы у зеленой как раз хороший очень упор на шипы вот эти вот, на выживаемость. Поэтому очень интересная штука. Так, смотрите, можно увеличить кому-то жизни. Кстати говоря, не худшая идея. Можно добавить мультиудар. Давайте добавим жизни вот этому парню. И мультиудар кому-то будем добавлять? Я думаю, что нет. Мы, наверное, сейчас добавим еще атаки этому парню. Он просто будет тогда максимально эффективен. Потому что мультиудар хорош, сильный атака. Если атака слабенькая, то, в принципе, нельзя сказать, что прям хорошо. Так себе скажем. Ну, я не буду использовать просто потому, что это очень дорого. Оно там не стоит просто-напросто. И еще в пещерах что-нибудь найдем. Так, что у нас тут? Тут всегда появляется какой-то маленький текст и предлагает. Так, можно получить три свечи. Свеча, резерв. Срабатывает, если кого-то остается в руке в конце хода. То есть, если мы... Ага. Это совершенно невыгодная карточка. Ничего хорошего. Получается, что если мы ее не использовали за ход, не закинули за одно очко действия, то мы получаем урон нашему главному боссу. Нам такое счастье не надо. Там бывают крутые карточки, очень крутые, но бывает, что вот такие вот плохие. Как повезет. Все, наш супер поезд поправляется дальше. Следующий этап. Додал. Взрывная печать. Враги наносят один урона переднему бойцу в момент гибели. Окей. Ну, это не худший бонус. То есть, это уже сложность повыше, поэтому здесь уже появляются какие-то бонусы, которые мы не можем... Которым... Которым противостоять мы не можем. Эта бомбочка, она как работает? Что если мы ее не уничтожим, то она в конце хода носит 10 урона переднему бойцу врага. То есть, соответственно, если сюда не ставить никого, то она ничего вообще не сделает, никого вреда не нанесет, поэтому не худший вариант этого как раз и не делает. То есть, просто ничего пока не делаем с тем рядом. Так, здесь можно... Здесь можно, кстати говоря, поставить вот этого юнита вместо нашего главного. Да, я думаю, что неплохая идея. И чтобы минимизировать все-таки урон, мы сейчас убьем одного из врагов. И, пожалуй, на этом мы и закончим. Так. Единственное, что у нас много карточек, можно было бы выставить их по рядам. Что этот нанесет урона, я не хочу этого пока получать урона на данном этапе. Эту ставить на верхний ряд не имеет смысла, потому что у нее упор на бафы, а бафы обычно используются на нижних рядах. У меня так получается. Ладно, давайте поставим сюда главного босса тогда. И, собственно, на этом, наверное, закончим этот ход. Так, эти ребята немножко похоцались. Что-то меня этот герой не оправдал. Я думал, что у него, когда он будет посолиднее, он получается достаточно хиленький. У него этот хил моментально, ну, его сила моментально пропадает, по сути. Так что, по сути, нужно будет играть через верхние этажи. Раз такое дело. Так, этого можно сразу же убить. Давайте его убьем, чтобы он не нанес урона. Здесь можно коснуть всех врагов немножко. И можно поставить в передний... Ну, можно дать ему легена, чтобы он отхилялся немного. Смотрим. Так, здесь пришли два бойца неприятных. Помпочку поставили. Так, можно получить плюс 8 атаки минус 2 жизни. Ну, это смысла особого не имеет здесь, на самом деле. Здесь можно использовать вот эту карточку сразу. Но убьем одного этого юнита неприятного. И, соответственно, он не будет наносить столько вреда. Столько неприятностей не будет доставлять. Что можем здесь? Можем, на самом деле, отхиляться. Это мы уже не можем использовать. Надо было это использовать. Я сглупил. Могли бы этого убить сразу. Ну, ладно. В принципе. Урон не критичный. Это даже мы точно пройдем? Дальше посмотрим. Стикоминация необычная получается. В плане, что я привык, что у меня всегда во всех холодах была красная карточка. Красная карточка отвечает за прямой урон. А здесь урона маловато. Но с другой стороны достаточно сильные атакующие карты, как видите. давайте уколы возьмем. То есть уколы мы можем сейчас на самом деле что сделать? Так, здесь у нас бомбочка никуда подорвется. Так, тут можно, кстати, уколами убивать всех этих юнитов. Тогда у нас этот герой выживет. И в следующем ходу у нас будет кучка карточек. Кстати говоря, тоже неплохая идея. Так, тогда мы что делаем? Мы, я думаю, что сейчас просто-напросто используем это что? А, это юнит. Да, я думаю, что мы так и сделаем. Мы сейчас просто-напросто вот этого убьем. И здесь просто всех поубиваем понемножку. Так, отлично. Минимизировали урон. Здесь не опасно. Кстати говоря, можем его подкосать в феории. Почему бы и нет? В следующем ходу у нас будет куча карточек. Мы сможем их использовать. И я думаю, что мы добавим вот сюда еще этого стюарда, потому что скоро уже босс, скорее всего, будет. У нас очков есть, и не хватит просто, чтобы использовать все это добро. Так, в руке не осталось места, к сожалению. Не осталось места. Это, конечно, не весело. Но что поделать? Так, здесь наша цель максимально быстро всех побивать. Смотрите, у нас тут есть куча уколов. Давайте эти все уколы используем, чтобы наш герой не получил кучу урона. И здесь, я думаю, что мы просто-напросто пытаемся сейчас вот эту карточку использовать. Таким образом, мы минимизируем урон. Все, последняя волна. С нами будет сражаться босс. Наносит передним вражеском бойцу один урона. Ага. Ничего интересного. Так, ну, на самом деле, в таком случае мы можем просто-напросто, хотя говоря, сделать следующую штуку. Поставить сирену во второй ряд. Так, здесь можно что сделать? Можно дать вот этот удар двойной, в принципе. Или 60-ку дать. Давайте дать давайте дать 60-ку. накидаем еще укол, чтобы в следующем ходу у нас было куча карточек. И на этом закончим. На первого этажа будет достаточно. Сейчас мы на втором еще добавим приятности. Так, у нас вот есть дважды 25 урона. Думаю, мы эти 25 урона дважды нанесем. Вот так нанесем. что можно еще сделать? Там он будет получать кучу урона, в принципе, неплохо. Я думаю, что мы сейчас используем хил, чтобы наш герой подхилялся немножко. Так, у него 9 атаки, то есть, по сути, можем поставить сюда сирену, и тогда, если поставить ее сзади, то она атаканет два раза. Даже больше. Да, это хорошая идея, кстати. Усиливаем мы этого бойца. И на этом можно еще накинуть, ошеломление на врага. Смотрим. Там, если замедлить, то оно все происходит немножко медленнее. Но мне в более быстром темпе больше нравится. Видимо, мы его убили. Тут сложно сказать, когда сработано идеально, когда нет. На самом деле, можно сыграть лучше, хуже. И главное, что в конечном счете выиграть. Поэтому бывает, да, бывает. нужно принимать эмоциональные решения. Бывают нужны взвешенные решения. Но пока первые этажи, то еще особо смысла раздягивать не имеет. Вносит переднему вражескому бойцу 90 урона. Сильно. Принесите все эффекты обморожения с этого таша на бойца, а затем удвоите обморожение. Восстанавливая здоровье союзников до максимума. Вот это хорошая вещь. Ну и 90 урона, конечно, топчик. Ладно, давайте-таки урон возьмем, потому что у нас юниты с уроном достаточно редкие в этой комбинации будут. Этот юнит мне, в принципе, понравился, конечно. Причем, это, по-моему, усиленная его версия. Как мясо за один неплохо. Давайте возьмем его. И вот у нас усиление. Можно выбрать одно очко действия в ход, получаем дополнительное. Либо получаем больше юнитов наряду, которые могут стоять, либо больше карточек берем. Ну, мне больше нравится вот эта штука для обычной, чтобы четвертый был поинт. Четыре поинта это уже очень неплохо. Четыре поинта можно сварить кашу. Смотрим. Создать копию любой карты есть один герой. Так, неплохо. Здесь золото, продавец магии. Ну, вот здесь поинтереснее, потому что здесь есть магия. У этого героя просто упорт к разной магии, поэтому берем золото, берем хил. Давайте усилим магию, посмотрим, что можно сделать. Добавляет силу магии. Давайте сначала снизим цену. Снизить цену это бесценно. То есть, например, можем сделать какой-нибудь спельчик вот такой вот бесплатным. Или вот такой вот. Это очень круто. Мне это очень нравится. Давайте сделаем один бесплатным. Ну, подешевле. Добавляет силу магии. Здесь обычно лучше брать на какие-то хилы, потому что там разница между 2 и 12 очень большая получается. улучшенные чары получают недобиток. Если эта кара использовалась, она возвращается наверх активной стопки на следующий ход. Ух ты! Это же можно усилить вот эту вот карточку вот эту вот. По 90 уронам носить каждый ход. Это круто. У меня пока ничего более интересного нет. Давайте так и сделаем. У нас стоится 100 монет. В принципе, можно их потратить, я думаю. Давайте используем. Снижается чар. Я думаю, что неплохо будет вот эту карточку усилить, тогда она 2 хода по 90 будет носить. С другой стороны, можно удешевить еще вот эту до единички. Или вот эту. Я думаю, что мы сделаем наверное вот эту штуку, потому что 2 хода подряд бесплатно по 90 урона это супер, просто это очень круто. Это и по боссу пригодится, а не только. Улучшает чар, добавляя 20 к магии. Но это поглощение, то есть, соответственно, если карточку мы используем, то она исчезнет после боя. Ну, я не хочу этого делать, если честно. Потому что это не самая лучшая штука, если честно. Травится, можно усилить какую-то такую карточку, что нам несало побольше урона, но я не хочу, лучше сэкономим золото, потом оно еще пригодится. Усиливаем героя. Можно усилить шипы, либо добавить еще омоложение, но мне нравится стакать какую-то стратегию, поэтому уже будем стакать дальше шипы, то есть, чтобы максимально сильный кост противников. Потому что если комбинировать, то обычно получается что-то такое непонятное. Лучше все-таки следовать одной стратегии. Так, можно, чтобы на всех этажах появились вражеские бойцы. В принципе, неплохо. Сколько за датпай? 150 золотых? Что это за босс? Ну, я думаю, что можно рискнуть, наверное. Давайте рискнем. У меня все-таки в первый ход, по-моему, много же карточек, если не ошибаюсь. Много поинтов. Да, поинтов много. Конечно, может сильно повезти, может сильно не повезти. В данном случае, я бы сказал, что нормально получилось. Весьма неплохо. Можно поставить, кстати говоря, мантру вот сюда. Точнее, сирену этого юнита сюда. У этого арморчик. У этого неприятный бонус, конечно. Так, смотрите, у нас есть куча шипов. Мы можем сейчас что сделать? Можем использовать вот так. Поставить сюда морскую сирену. Сразу же ее настакать хорошенько. Так, здесь мы можем одной карточкой разыграть, по сути. Давайте еще добавим укола. Убьем этого. Здесь можно поставить шипами, потому что вот этот герой неприятный, он постоянно добавляет в нашу колоду всякие плохие карточки, поэтому лучше все-таки его сразу же убить. Еще, я думаю, накинем сразу же урона и на этом закончим. этот противник постепенно умрет. Видите, здесь у них появился юнит, который может нам принести потенциально золотишко. Можно, кстати говоря, усилить мою геройню, он будет еще носить ответный урон постоянно, что весьма неплохо. Другая будет не только танковая, но еще и супермощная. Так, носит 60 урона по противнику. Кстати говоря, не худшая идея по этому ряду, тем более, как раз юнит еще немножко качнется. Сколько здесь 11 урона получит? Не критично. Тогда мы сейчас просто бафнем немножко нашу героиню здесь на этом этаже и используем... Так, сколько там у нас? Вот он. Вот так вот. И она сейчас добьет этого юнит, поэтому мы золото еще получим сверху. Убили. Так, смотрим, что у нас тут. Двойной урон 50. Так, это достаточно слабенько получит урон. Можно, кстати говоря, его сразу же убить. Почему нельзя? Стоп. А, можно использовать только на этом этаже. Я пропустил этот момент. Ну ладно, на самом деле это не критично. То есть, в таком случае мы можем сейчас просто-напросто использовать вот эту карточку сюда. И здесь мы можем поставить сюда еще стеорода, чтобы он помогал нам в убийстве противников. не худшая идея. Так, конец хода. Стопка поглощения. Какую-то карточку может съесть. Ну давайте, в принципе... А, это случайно я промазал. Я думал, что за поглощение непонятно. Так, у нас снова таки есть укол. Можно захилять моего юнита хорошенько, накинуть укол. что у нас здесь. Не хватает урона, да, то есть, можно поставить какого-то танка временного, чтобы не нанести немножко больше урона. И еще подкосить этого противника. Ну, он доберется потенциально до этого этажа. Там я думаю, что мы его сразу же и убьем. Так, краткая передышка. То есть, с этого хода не появляются новые противники. Мы можем немножко попланировать, как лучше разыграть. этого можно убить одной карточкой, этого можно тоже убить одной карточкой. А, ну, мы, собственно, сделаем по-другому. То есть, мы сейчас этого убиваем этой карточкой. Используем укол. И, пожалуй, можно еще добавить вот этого парня, который примет на себя удар. На этом конец хода. Появился босс. Смотрим. У меня у нас 200 жизней мы с ними сейчас разыграем, но, по сути, мы можем сделать следующую вещь. мы можем во-первых использовать, давайте сразу же грамотно все сделаем. То есть, мы можем у нас 4 очка действия. У противника достаточно маленький урон. Поэтому мы можем бафнуть сюда атаку. Использовать вот эту карточку. Кинуть на них ошеломление. все, карточки кончились. на самом деле это хорошо. Единственное, что их замешало, я этого не учел. Мы еще несем хорошее количество урона по противнику. Видите, почти более 300 урона это вообще хорошо, на самом деле. Это прям бомба. Так, 54 урона это мало, то есть нам не подходит. У нас тут есть вот эта штука, но мы ее пока использовать не можем, поэтому мы сейчас просто-напросто поиспользуем все, что можно. Отрегеним по максимуму сколько у него урона? 11, то есть лучше отрегенить вот этого юнита. Можно даже использовать вот так. Вот так, вот так, и собственно эту карточку использовать не можем. То есть он доберется сотни, ну сотни с чем-то жизней сюда, и здесь у нас еще есть возможность немножко ему помешать. То есть мы используем эту героиню, которая затянет немножко ходы. Нанесем ему урона, еще нанесем ему вот так урона, и можно добавить еще регенерацию вот на этого юнита, он потенциально проживет немножко дольше. Все, видите, мы практически его убиваем сейчас. У него остается одна тычка, и он на верхнем этаже умирает просто. Так, победили, хорошо, золотишко. Ну, бонусные карточки, это хорошо, конечно. Укол, спускает бойца, восстанавливаем ему 10 здоровья. О, вот это хорошая карточка. Реген здоровья, это круто. Обморожение на врагов накидывает. Минус 3, сколько это дебаф по атаке противника? Кстати, неплохая вещь, но единственное, что хотя шипы у нас же привязаны не к урону, а просто к тому, что они не носят урон, ну, атакуют, так что достаточно. 6 обморожения накладывает на врагов военность, бесплатно. Это хорошая карточка, давайте возьмем лучше ее все-таки. Это много урона по АУЕ, поэтому это хорошо. Смотрим, поддавец без делушек, так, а здесь артефакт, артефакты я люблю, и золото, и усилить бойцов, это, конечно, круто. С вероятностью 50% ошеломляет вражеского бойца, проникающего в ваш поезд. Ой-ой-ой, это же вообще хорошо. Берем золото Такая себе симуляция нападения на поезд Так Бесконечность усиливает бойца бесконечностью Не худшая идея Только давайте подумаем Кто у нас там есть У нас можно кого-то здоровьем усилить Вот этого парня можно С другой стороны Он не такой уже опасный Может дать ему немножко атаки Еще сверху добавить Бесконечность У кого можно Слота есть только у этого Стоит ли он того я вот не знаю если честно С другой стороны при активации У него получается больше здоровья Неплохо У нас просто золота много Гораздо хуже будет если я его не использую И потом проиграю в следующей битве Поэтому лучше все таки по максимуму постараться Уже достакаем этого героя В силу от бойца добавляем Быстроту Атакует раньше врагов Это неплохо Но это при условии Если бы у нас кто-то был Такой подходящий Ладно давайте сделаем себе Еще одного танка Такого Спортивного для врагов Вот из этого И я думаю что Быстроты мы не будем Никого давать Потому что это дорого И оно того не стоит Уходим И отправляемся В следующую битву Это шестой Ну конечно я вот играл За комбинацию через мага В первую очередь Через мага Немножко интереснее Потому что там Комбинация через дебафы Здесь все таки Более боевая все равно Остается комбинация На бойцу врага При входе Накладывается 15 брони Не я такое не потяну Это очень Это очень сильно Для моей колоды Это неприятно будет Так Враги сразу же Оба застанились Но в этом кстати Есть минус Потому что они не будут Атаковать Соответственно мы Потенциально Мы Не будем их костать Шипами на первом этаже Поэтому Смысла героя Ставить на первом этаже Нету просто-напросто Поставим сюда стюарда Поставим сюда Вот этого героя Чтобы они как раз Коснули хорошенько Нашу героиню Можно поставить Куда-то в другой Другое место Давайте на самом деле Сделаем даже вот так Вот наверное А только он стакает броню За использование магии На этом ряду Поэтому лучше не будем Так больше делать У нас есть бонусы На верхний ряд По-моему нету Можем просто поставить Босса Там Но думаю Лучше поставим На этом этаже Этого трогать Наверное вообще не будем Да Пусть он будет Хотя можно его сюда поставить В принципе Не будем пока использовать Может кого-то посильнее Поставим К нашей героине Главной Даже этого героя Застанем Прикольно Прикольненько Так У этого бонуса При гибели бойца На этом этаже Поэтому мы сейчас Делаем следующую вещь Эту сирену Ставить в одном ряду С нашим главным Не стоит Лучше поставить ее здесь Она сейчас убьет Того героя И собственно Будем ее Постепенно стакать Уроном Чтобы она В конце Наносила Очень много Неприятностей Противнику Тут можно Кстати говоря Его сразу же убить Этого можно Хорошенько покосать Мы его сейчас Прокосаем Хорошенько И он Впоследствии умрет Все Я думаю Что это То что нужно Убили одного Убили второго Здесь Прокосали Так Ошеломление Можно накинуть Но мне здесь Это смысла не имеет Просто-напросто Видите У меня Вся комбинация Построена Через статегию Отдачи урона Так Кому мы регена кинем Я думаю Вот этому кинем регена Можно сделать Вот так Чтобы убить Хотя бы Одного из них Этот танк Его особо Смысла Обезвреживать Не имеет Так Здесь у нас А Она рассчитывает Что он Не получит урона Потому что Его союзники Умрут И он Немножко Отрегенится Поэтому Сейчас мы Немножко Добавим Сразу же Можем Сразу же Сделать Вот так Тогда будет Ну по сути Картина не сильно Поменялась Склэлба Реально не сильно Поменялась Тут у нас Все эти стюарты Одинаковые Клоны по сути Куда его можно Поставить Я даже не знаю Честно говоря Пока Особого смысла Не вижу Это делать Давайте просто Варпустим ход Прикольно работает Реально прикольно В плане Что Регулярно Срабатывает Фишечка Так Но 5 жизни Снимет Я думаю Что мы Сразу же В избежание Лишнего Урона По этой героине Мы Тем более Она же еще Истакается Обморожение Можно кинуть Вот здесь Что еще Можно здесь Кинуть Можно в принципе Коснуть Переднего Пусть этот Немножко Простакается Но это Не так Страшно Да И мы Его На самом деле Убиваем Этот Даже Отхиляется Ну По сути Благодаря Тому Что Его Союзники Частично Умрут Так Отдавай Немножко Подхиляем И Ну Можно Конечно Его Убить В принципе Этой Карточкой Хотя Давайте Убьем Чтоб В следующем Ходу У нас Она Появилась Снова Хорошая Идея Мне Кажется Стратегия Через Отдачу Необычная Получается Потому что Постоянно Нам нужно Учитывать Так Тут Мы можем Кстати Говоря Сделать Камбу Вот Такую Вот Такую Так Это Будет Жить Поэтому Можно Накинуть Регенерацию Закончить Вход Так Вот Время Босса Настало Мы Его Не Сильно Покосаем Конечно Тут Ничего Не Скажешь Но С другой Сторон У него Не так Много Жизни Можно Сюда Просто Поставить А Нельзя Места Нет В наших Интересах Карточку Использовать Чтобы Она Постоянно Была В руке Тем более Она Бесплатная Это Вообще Прям Прям То Что Нужно Будем Закидывать Разными Штуками Здесь Поставим Танка Который Будет Стоять Вот Уковать И Будем Укос Потихонечку Так Смотрим Поднимается На второй Этаж Здесь Он Получит Урона Немножко Побольше Скал Бы Даже Намного Побольше Накидываем Больше Уков Может На него Накинуть Эту Штуку Но По сути Он Потеряет Просто Один Ход Но Это Не Лишним Будет А Только Я Вечно Забываю Что Отбрасываются Остальные Карточки Скал От руки Это Конечно Минус Собственно Здесь Он Уберет В любом Суча Поэтому Мы Ему Не Дадим Пройти Дальше Так Здесь Можно Отригенить Юнита Можно Еще Отригенить Юнита Он Умирает Собственно Все Можно Уже Ничего Больше Не Делать Сможем Еще Конечно Что Кинуть Но Смысла Особ Нет Видите Свер Так Отлично Возьмите Бойца Очень Хорошая Вещь Сразу Беру Это Мы Берем С колоду Бойца Он Сразу Получается Усиленно Еще Бесплатный Это Круто Особенно Если Дорогие Бойцы Есть У меня Бойцов Дорогих Нет Но Получить Бесплатно Бойца Еще С С С С С С С Наверное Дебаф На Всех Мне Больше Импонирует Раз Маленькая Тычка Будет И Можно Будет Лучше Разграть Так Тут И Золото Тайные Пещеры Усиление Бойцов Усиление Магии Восстановление Здоровья Давайте Усилять Бойцов Лучше Понимаю Что У нас Бойцов Не Сильно Много Я Сказал Б Они Почти Все Усилены Но В принципе Золото Лучше Использовать Так Что У нас Получается Смотрим Ой Тут Уже Больше Вариативности Смотрим Первый Вариант Карточка Которая Используется И сразу Исчезает Дает Один Сока Един Выражение Ну Так Себе Ну Это Видите Икс Значит Что Оно Множится На Количество Очков Которые Мы Используем То Это Завершающая Карта По Суть Поглощение Тоже Раза Карты Снесил С самого На Два Ух Это Хорошая Штука То есть Мы Использовали Получили В руку Энное Количество Карты Они Еще И Становятся Очень Дешевые Я Сказал бы Даже Больше Бесплатные Дает Ярости Броню Не Вот Это Гораздо Лучше Гораздо Интереснее Я В бою Покажу Если Получится Так Собственно Ну Здесь Осталось Только Еще К Продавцу Зайти Чуть Не Забыл Это Важно Дает Быстроту Дает Клон Счет Есть Осталось Два Стиорда Ну Что Скажешь Можно Конечно Усилить Это Лучше Чем Ничего Так И Соточку Травить Не будем Лучше Потратим Вот Так Вот И Попытаемся Всерение Бойца Мантра Дает Один Брони То есть Можно Сделать Так Что Он Будет Стакать Себ Броню Постоянно Ну Я бы Сказал Что Лучше Мы Сделаем Все Так Одного Стиорда Помощнее Раз у меня их Много А то мы Сделаем Одного Из них Такого Хорошего Модренького Все Закрываем И отправляем В следующий этаж Уже Седьмой Этаж Мы уже Подходим Ближе К концу Так Фэл И ее Союзники Добавляют Вашу Руку В колоду Карты Плеть Карта Плеть Мне кажется Это какая-то Пахая Карта Для меня Так Окей Ой Это еще Спаунились Везде враги Сразу же Но это Атаковать Не может У нее Она Неподвижная То есть Они просто Блокируют По сути Своих Юнитов Сзади Ну Не так страшно Так Карточки Неприятная То есть Если мы ее Не используем То она Нанесет Много Вреда Поэтому Скидываем Все Ошеломились Даже Не знаю Радоваться Этому Или нет Так Говоря Можно Морскую Сирену Где-то Поставить Давайте Ее Поставим На этот Этаж Стиварда Поставим Сюда Главную Поставим На Этаж Вот Этот И Будем Мантру Использовать Чтобы Эта героиня Потихонечку Стакалась Тут У врага Я смотрю Достаточно Неприятные Юниты То есть Они просто Будут Забивать Мою колоду Всяким Хламом Они Не сильно Опасные Но Просто Такие Гаденькие Скажем так Тут Имеет Смысл На самом Деле Кинуть Обморожение Вот сюда Они Умрут После этого Хода Здесь По сути Урон Почти Не получим Так что Можно Просто Подолжать Усилять Нашу Сирену И вот Этого Юнита Можно Кстати Говоря Поставить Куда Там Сзади Все равно Он Когда Нибудь Пригодится И И Этот Еще Пусть Стоит Где-то Сзади Дерется С нами Здесь Можно Кстати Говоря Еще Этого Поставить Ну Заполняем Этажи Тут У Этого Босса Достаточно Слабенькая Партия Поэтому Имеет Смысл Просто Хороший Расклад Сделать Быстренький Так Мне заполонили Руку Всяким Хламом У нас Благо Есть Уколы Которых Много Используем Здесь Потому Что Это Позволяет Еще Простак От Нашей Героиню Так Можно В принципе Использовать Уколы Можно Использовать Эту Карточку Сколько Там Три Урона Пеклу Если Мы Не Сбросим Три Урона Не Критично То Мы Можем По сути Что Сделать Можем Использовать Вот Так Использовать Укол Использовать Эту Карточку Сюда Накидать Еще Урона Игоря Можно Кинуть Даже Боссу Главного Урона Немножко Заодно Эта Героиня Получит Еще Бонус И Сливаем Эту Карту Чтобы Наш Главный Герой Не Получился Намного Урона При Урон Это Некритично Ошеломление Срабатывает Конечно Безупречно Скажем Так Можно Накинуть Дебаф Но По сути Это Смысл Особого Не Имеет Можно Накидать Регена Кстати Говоря Не Худшая Идея Сказал Бы Еще Можно Усилить По сути Его А Можно Вот Эту Штуку Сделать И Сверху Еще Усилий Тогда Она Убьет Его Все Убивает Отлично Три Урона Пусть Получим Ничего Страшного Это Не Так Много На самом деле Там Зато Я Уже Эту Мантру Прокачал Хорошенько Она Уже Реально Мощная Так Тут Мне Снова Накидали Карточек Неприятных Ну Блин Зато Можем Сделать Вот Так Теперь Этот Герой Уязвим Теоретически Так Можем Здесь Использовать Чтобы Сталкнуться Реген Здоровья Смысла Особого Не имеет Пока Что Я даже Не знаю Что здесь Делать На самом Деле Надо Просто Скидывать Эти Карточки Потому Что Я Даже Не вижу Особых Перспектив Которые Сейчас Имеет Смысл Делать С Этого Хода Раньше Добавить Кого-то Давайте Добавим Кого-то Верхний Ряд Скидав Хорошие Демеж Будут Носить Уже К раз Поэтому Боссу Внесет Так Смотрим Я решил Просто показать Вам полный Ран Потому Что Игра Без полного Рана Не ощущается Потому Что Сложность Очень Очень Меняется По мере Того Продвигаемся По этажам Поэтому Нужно Видеть Всю Картину Так Что У нас Здесь У нас Здесь Можно Убить Сразу Переднего Думаю Что Надо Его Ошеломить Нам Эти Юниты Еще Пригодятся В будущем Единственное Что Я опять Забуду Что Вечно Забываю Что Эта Карточка Убирает С колоды Убирает С руки Карточки Вечно Забываю Про Это Так Снова Нам Накидали Плохих Харт Здесь Можно Тут Мы Убиваем Тут Желательно Отхилять Но Нам Нечем Хилять По сути Поэтому Лучше Всего Убить Здесь Нормально Все Поэтому Можно Просто Сделать Сделать Атак И Забросить Эту Карточку Так Ну Видите Стратегия Работает Сейчас У нас Босс Вступает В битву Правильно Правильно Вступает В битву И Начинает Собственно Планирование Как нам Лучше Все Сделать Потому Что У Этого Босса Сильная Атака То Есть Он Будет Очень Мощно Прибивать Поэтому Нам Нужно Готовиться К тому Чтобы Убивать Его Где-то На Этаже Вот Этом Наверное Нам Эту Героиню Сохранить Каким-то Образом Было Бо Очень Неплохо Используем Для Получения Преимущества Небольшого Можно В принципе Дать Двойную Атаку Но Я Думаю Что Мы Лучше Старкнем Вот Сюда Урона Чтобы Он Нанес Гораздо Больше И Здесь Наверное Просто Используем Это Ледяное Копье Куда-то Вот Сюда Вот Сюда Чтобы Урон Увеличить Здесь Еще Немножко И Збросим Эту Карточку Ну Босс Конечно Плотно Продвигается Скажем Так У 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 Куда Присыпать Юнитов Поэтому По сути Придется Драться С тем Что Есть Мы Можем На самом деле Сэкономить Жизни Вот Здесь Так Здесь Мы Никого Убивать Не Можем Урона Убить Урона 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 Потому что она бы, конечно, вообще хорошо зашла Так, можно восстановить здоровье Можно усилить полученные карты Снизив цену Так, ну, наносим пока бесплатные Регенерация сильно не поможет Потому что у нее урон, считайте, 40 Чтобы как-то помогла регенерация Нужно очень много карточек Поэтому используем вот эту карту Пробуем Блин, карта-то хорошая, но мне не попалась Ни одна карточка, которая мне нужна была Попалась быта на 90 Было бы гораздо лучше Так получается, что Ай-яй-яй По идее проигрываем Ну да, проигрываем точно Что ж, на последок Несем немножко урона И На этом путь заканчивается У нее очень много жизней И тут атака сильная То есть я Не простакал должным образом героев Получилось, что у меня недостаточно Магия сработала Видите, до босса дохожу вообще без проблем А потом здесь, конечно, появлялись проблемы То есть надо будет подумать, что я сделал не так Но Общую концепцию вы поняли То есть давайте Включим Включим это на обычную сторону Чтобы вы увидели Эпичную концовку Или не очень эпичную Ладно, давайте ускорим Да, собственно, так и заканчивается путь Наш в этой игре В этот раз Ну мы сняли, видите, половину жизни Даже больше Но, к сожалению, проиграли Вот, после того, как мы проиграли Появляется окошко В котором считается все, чем мы достигли Все достижения, которые влияют на опыт Соответственно, видите, у меня в одном из классов Появляется новая карточка Интересная, с кучей урона Таким образом, постепенно По примере того, как мы играем У нас появляются все более и более Прикольные картишки Которые можно разыгрывать И я должен сказать, что Если в своих The Spire я прошел игру раза 3 И мне стало скучно Ну реально, как-то Были случаи, когда вообще ничего не мог сделать Потому что карточки не повезло Было такое, что я буквально в самом начале Мне упалась хорошая комбинация И было, ну, очень легко То вот здесь Мне реально интересно Я думаю, что я буду еще много играть Возможно, по концу прохождения Или когда наиграю еще много То я покажу вам Собственно, ну, обзор уже полноценной игры Когда уже будет полное ощущение того Какие там все эти кланы и так далее Но лично мне игра очень нравится Серьезно Рекомендую поиграть И если вам интересно, чтобы я снял еще и видео По этой игре Какие-то раны Вот я мог бы записывать То, пожалуйста, пишите в комментарии Чтобы я знал, что это интересно Потому что у меня много всего в зоне интереса И я хотел бы, чтобы все-таки Концентрировался на том, что интересно посмотреть именно вам Вот На этом все Всем спасибо большое за внимание Ставьте лайки Подписывайтесь обязательно И до скорых встреч в новых видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok